Добрый день, уважаемые коллеги. Я понимаю, что приходится выступать перед клиницистами, поэтому постараюсь донести до вас нашу головную боль. Мы можем называть это любым словом – патоморфоз, опухолевый регресс, изменение опухоли под воздействием лечения. Как бы мы это ни называли, наверное, правильнее будет все-таки регресс опухолевый, мы должны договариваться непременно. В 2015 году РОЖ организовал форум экспертов. Если погуглить в интернете, можно найти на него ссылку, и там висит даже резолюция, которая была принята ведущими онкоморфологами со всех городов страны. Все, кто занимается раком молочной железы, подписали так называемую резолюцию о том, что готовы оценивать материал удаленной опухоли молочной железы после проведенной неодивантной терапии по системе RCB. Вы теперь можете вполне оценить через 4 года, как часто и регулярно это делается. У нас в классификации ВОЗ висит такая табличка, в которой существует несколько систем оценки опухолевого регресса. То, что вы видите чаще всего в наших ответах по всей стране, это в лучшем случае система Лавниковой, которая твердо в нас угнездилась. И, наверное, это объяснимо, потому что нам фактически мало что нужно от клинициста, кроме сведений о том, что какая-то терапия все-таки проводилась. И мы в состоянии хорошенько разрезать орган и посмотреть все-таки найти вот эти вот следы ухода опухоли. Кроме того, когда нас обучают, нам говорят о том, чтобы все-таки мы не останавливались на достигнутом. И если мы видим неизмененную ткань молочной железы после проведенного лечения, чтобы мы понимали, что это не полный морфологический регресс, а мы должны очень четко видеть следы ухода опухоли, потому что не остается нормальной ткани. Вот вторая часть этой таблички. Как видите, все-таки система оценки вот этого опухолевого регресса, их достаточно много. Когда я впервые познакомилась с тем, что есть вот такая система RCB, я подумала, что, наверное, ее было бы неплохо использовать, потому что, наверное, она содержит максимальный объем информации, возможно, я не знаю, может быть, со временем придумают еще что-то, но она оценивает размеры опухоли в двух измерениях, клеточность, метастазы. И главное, чего нет ни в одной системе оценки, это наличие карциномы ин-ситу. А как мы с вами прекрасно понимаем, как онкологи, что карциномы ин-ситу – это еще и возможный вот такой вот выход в рецидив, это субстрат для возможного рецидива. А главное, что, как морфолог, который смотрит уже давно, молочную железу после всех видов лечения, включая лучевую терапию, гормонотерапию, вот с чем ничего не делается, это с карциномой ин-ситу. Видимо, потому что она защищена базальной мембраной, и туда мало что доходит и проникает. По определению, я не буду вас этим грузить, вы уже все посмотрели, и сайт такой доступный, и все висит, и вам показывают калькулятор все время, как удобно туда все вставить, загнать. И мы знаем, что мы можем считать полным морфологическим регрессом, который является основной целью терапии. Это YPT0, TIS, ну, карциномы ин-ситу мы тоже считаем, что инвазивный компонент рассосался, и N0. Вот тот слайд, который уже в каком-то виде присутствовал, он отражает четырехступенчатую градацию по системе RCB с неким появлением индекса, который действительно рассчитывает калькулятор. Причем этот калькулятор действительно доступен, потому что в любую поисковую систему, как только вы вводите на английском, на русском языке, выдает ссылку одной из первой, вот Андерсон Центр, и где этот калькулятор отражен, все, можно действительно загнать все параметры. И казалось бы, так здорово. Почему, собственно, морфологи так упираются и не хотят? Ну, во-первых, это достаточно проблематично, потому что очень много параметров, которые нам нужно оценить, а лишняя работа, наверное, никому не нужна, особенно если не понимаешь, зачем это делаешь. Нам же очень важно, чтобы мы были востребованы. Наверное, хирурги очень самолюбивы и достаточно звездны, вы понимаете, о чем я говорю. Но и патоморфологи тоже. Им важно попадать в диагноз, и чтобы их похвалили, и чтобы химиотерапевт или хирург пришел и сказал, мне без тебя просто все, не жизнь. Если ты сейчас вот не скажешь, что здесь и как, я дальше не знаю, чем лечить. Мы тогда постараемся, построимся и все для вас сделаем так, чтобы можно было загнать калькулятор. Почему мне понравилась эта система? Она, наверное, была таким забросом в будущее. Мы не знаем, что и когда еще изобретут и какие фармкомпании нам предложат средства для борьбы с раком молочной железы, но у нас так много сведений дает эта система, что какие-то из них могут пригодиться нам в дальнейшем. Например, количество позитивных лимфатических узлов и размер максимального метастаза, наличие и процент содержания карциномы инситу, но кто знает, когда это еще может понадобиться. Но для патолога существуют очень сложные моменты, про которые мы все время вспоминаем, когда начинаем обучать вот этой системе наших докторов, приезжающих к нам на циклы. Эта система недостаточно четко оговаривает, по каким признакам следует определять это самое вот пресловутое опухолевое ложе. То есть про эту кровать просто вот, ну что это такое? Ложа опухоли – это не четко очерченная область с фиброзом или просто фиброзные тяжи. В случае полного или почти полного морфологического регресса требуется внимательный осмотр образца при вырезке и пальпация. В общем, мы без вас ничего, я к этому подвожу. Потому что, когда я начинаю показывать картинки, а вот на этом сайте госпиталя доступен фильм на английском языке, и фирма Рож постаралась есть русскоязычная версия, сокращенная и для морфологов вполне потяжимая, там не так долго идет весь фильм. Как только доходит до этого рентгеновского аппарата, этого противня, на котором он въезжает все такое разрезанное, красивое, а потом вынимает оттуда схему, на которой просто рисует, и морфологи сказал, ой, ну вот пока нам не купят такой аппарат, мы этого делать не будем. Не надо покупать никакие аппараты. Как будто мы раньше не могли очертить границы опухоли и как-то вывернуться из схемы путем зарисовок. Вот на всех картинках есть такая замечательная остаточная опухоль. Нам вообще легко, когда опухоль осталась, и она видна глазом, потому что нам четко можно померить размеры и все как-то определить. Ну вот картинка одна из первых, еще в 15-м годом датированная, с которой мы столкнулись. Вот некая мастопатийная такая ситуация, где что-то как-то неясно определяется. Синяя линия – это визуальные границы опухоли, желтая – это пальпаторные границы опухоли, и красная – это, в конце концов, микроскопические размеры опухоли, которые мы всегда сравниваем. И в нашем протоколе должно звучать макроскопическое и микроскопическое соответствие. Как видите, очень разные картинки на разных участках, как эта опухоль уходила, где есть остаточная опухоль. Здесь вот на верхней картинке видны вот такие синенькие точки – это очаги карциномы ин-ситу. Даже на малом увеличении они заметны. А теперь представьте, что нам нужно сделать для того, чтобы оценить размеры. Вот эти вот квадратики примерно показывают, сколько влезает в кассету. То есть если вот эту репрезентативную пластинку размером с два кулака мужских мы взяли в работу, порезали на каких-то там 12 фрагментов, то нам потом этот пазл надо собрать для того, чтобы определить размеры опухоли. И тут все морфологи начинают вопить. Это ужасно, мы сидим с линейкой, мы ставим точки. Я говорю, коллеги, возьмите калькулятор и поиграйте с ним. Какие параметры максимально влияют на значение RCB и вот этого индекса? И оказывается, что вот эти миллиметры, они важны для стадии невероятно, но на саму систему гораздо большее влияние, если поиграть к калькуляторам, оказывает наличие метастазов и размер максимального метастаза. Вот казалось бы, да? То есть очень сильно меняется индекс, если метастазы остаточные все-таки присутствуют. В дальнейшем мы разрабатывали, адаптировали, понимаете? Ведь самое главное адаптировать не то, что проводится в каком-то американском госпитале, а с учетом наших особенностей в разных патологоанатомических отделениях нужно как-то адаптировать и показать. Поэтому мы опубликовали в 2016 году статью, где подробно было изложено, и фактически мы зарисовывали это, фотографировали. Знаете, что еще додумали сделать? Положить файл и запихнуть в сканер, и получить изображение вот этой пластинки, вполне читабельное для того, чтобы отметить там маркировку опухоли. Но к чему я все это веду? Мы вообще не можем говорить ни о каком RCB, пока вы нам не дадите каких-то сведений. А для этого они нам просто нужны, что было до лечения, что после лечения и где оно было, каких оно размеров. Потому что не все патологи имеют возможность вызвать. Для этого легко разработать бланк, который нужно заполнять. Ну нужно, и все, и никуда от этого не деться. И есть моменты в этом бланке, которые для нас очень важны. Вы можете интерпретировать это к своей лаборатории, неважно, кто это составил. Но такие сведения нам очень нужны. Второй параметр – оценка клеточности. Это для патолога на этом очень тонкий момент. Но, слава богу, на этом сайте есть эталонные картинки, живые. Это живые препараты, с которыми мы можем сравнить. И посмотреть, что более-менее соответствует какому проценту клеточности. А для тех, для кого не очень понятно изображение препаратов, есть еще и компьютерные модели, которые примерно отражают клеточность, если мы видим ее вот в таком условном поле зрения. Размеры метастаза – это не так сложно. Поставил точки, приложил линейку, что называется. У нас для этого есть свои средства. Сложности возникают, когда множественные очаги расположены в разных местах, разделенные фиброзом, нефиброзом. И вот как тут поступать, нам известно, что все-таки мы меряем между крайними точками, потому что как уходила опухоль, вот эту зону ухода мы тоже сюда входим. Таким образом, всех интересовало. Вот группа морфологов что-то придумала, выдала это на гора. А как это будет воспроизводиться? И вот эта работа, с моей точки зрения, интересная, мы ее довольно часто цитируем. 15-й год – это 100 опухолей, 5 морфологов, которые оценивали все параметры. Клеточность оказалась немного менее воспроизводимым параметром. Выяснилось, что требуется определенный тренинг. То есть морфолог способен с первого раза воспроизвести, но самое тонкое место – это оценка клеточности, она требует определенной тренировки. Собственно, у нас это все такие тренинги существуют, и на них патологоанатомов мы можем и приглашать, и это делается во многих городах нашей страны. Вот такая работа попалась мне уже 2016 года, когда в Великобритании провели оценку системы RCB. Там были 90 пациентов, в целом патологи достигли согласия. Вывод в этой работе был такой, что необходимы, однако, дополнительные данные, сравнивающие эту систему с другими системами количественного определения, прежде чем, вот англичане, они осторожны, и прежде чем установить ее преимущества. Для чего же все-таки это нужно, кроме того, о чем сейчас говорили до меня клиницисты? Все-таки мы не сидим на месте, нам предлагают новые препараты. Есть другие параметры в опухоли, которые нас интересуют. Есть работы, по которым установлена корреляция между RCB и интертоморальными лимфоцитами. И авторы вот этой работы, они разработали такой совместный критерий, считая положительными пациентов с RCB положительным таким индексом и высокий ТИЛ. Получился такой RCB-ТИЛ, остальные пациенты считались отрицательными. В результате в работе были получены данные о том, что это значимый предикторный фактор рецидива. Важно ли это для клиницистов? Думаю, что важно. Есть работы, которые показывают, что можно прогнозировать в определенной степени безрецидивную и общую выживаемость, если включать RCB как прогностический фактор, помимо всего остального, что вы, безусловно, учитываете, включая стадию после терапии, метастазы, края резекции и все, что только можно. Почему не использовать еще и это? Важно просто, чтобы это делалось единообразно, потому что если вы на входе морфологам ничего не дали, то и получите вы совсем разные сведения, и не сможете никак это интерпретировать. Ваши результаты будут отличаться от общих. И вот в нашей работе она будет опубликована скоро в пятом номере. Не было такой задачи непременно посмотреть прогностическую ценность RCB. Мы как раз были заняты PDL статусом рака молочной железы, но получили закономерность, что в случае с более высокой остаточной опухолевой нагрузкой чаще выявляется PDL-позитивный статус. Возможно, это будет интересно в свете новых таких вот возможностей в иммунотерапии. Спасибо. 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 Спасибо.